Дрейф судна На судно в море действуют две силы Ветер и течение Давайте посмотрим, как его рассчитать Давайте первое предположим, что мы находились в точке А И двигались из этой точки вот таким курсом Если по правилу исчисления, мы можем сказать, что через час мы должны были оказаться где-то здесь В точке Б Когда мы реально посмотрели, через час времени взяли по GPS свои координаты И нанесли их на карту, мы выяснили, что мы оказались где-то в этой точке Точка С Получается, что мы вместо того, чтобы идти курсом А, Б, которым мы рулили Мы сказали к самому рулевому курс, которому рулить Или Course to steer CTS Мы реально прошли курсом вот этим А, С Можно сказать по-другому, что это наш реальный маршрут Или ground track А вот это В, С Это то, на что нас снесло дрейфом Это может быть ветровой дрейф, это может быть течение Нам не так важно Дрейф обозначается тремя стрелочками Как нам учесть, когда мы уже оказались в точке С Как нам учесть вот этот дрейф, чтобы потом выехать все-таки Тот курс держать, который нам нужно было Для этого есть очень простое правило Итак, чтобы учесть вот этот дрейф Мы можем взять, измерить вот этот угол И на него изменить наш курс И ехать не вот этим курсом, а вот этим курсом Так что вот эти углы были одинаковые Тогда мы будем ехать примерно в нужном нам направлении Но есть способ лучше Я вам сейчас расскажу Итак, давайте мы учтем, что Мы стартуем снова из точки А И нам нужно снова попасть в точку Б Мы понимаем, что из А в Б мы можем попасть Например, за единицу времени, например, за один час Это нам важно И мы уже знаем вектор дрейфа, который у нас существует Вот как вот здесь он уже был Он был тоже за час времени действовал Давайте мы его сразу отложим из точки А Я вот даже красным цветом нарисую, чтобы было виднее И эту точку мы обозначим точку С Теперь мы можем сделать вот что Мы можем взять вот это расстояние А, Б Которое мы должны пройти за один час И отложить его из точки С То есть то, куда нас несет течение До пересечения с линии А, Б И в этой точке мы поставим Вот что же у меня, кандаши все падают И в этой точке мы поставим отметку И скажем, что эта точка называется точка Д Теперь, если мы соединим точки С и Д Мы получим прямую Которая будет являться нашим курсом Которым нужно рулить То есть мы его обозначим вот одной стрелочкой Для того, чтобы двигаться четко вдоль линии А, Б Еще раз Мы выходим из точки А Мы хотим двигаться в точку Б Причем нам важно именно сохранять курс Не уходить ни вправо, ни влево Вот мы должны точно двигаться по этому курсу Если мы заранее знаем дрейф Это может быть течение Это может быть ветровой дрейф Мы можем его сразу же из изначальной точки Отложить на карте Или даже может быть не на карте Может быть лучше это сделать прямо на бумажке Формата А4, например Нам главное только собирать все углы Мы откладываем из точки А Вектор дрейфа Потом мы берем расстояние А, Б И откладываем его из точки С до пересечения прямой А, Б На пересечении мы ставим точку Д После чего мы соединяем точки С и Д прямой Если мы потом возьмем и измерим Под каким углом это идет прямая То это и будет наш курс Ту-Стир То есть курс, которому нужно рулить Чтобы продолжать двигаться вдоль А, Б Другими словами Мы можем провести прямую Параллельную Ту-Стир из точки А Здесь поставим точку Д-Штрих То есть Вот эта линия А, Д-Штрих Это и есть курс Ту-Стир Который мы будем рулить Чтобы нас течением сносили Дрейфом нас сносило на курс А, Б Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова